В Улан-Удэ сгорел самый крупный мебельный магазин «Гвоздь». Прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело. Жители Кабанского района не могут купить дрова на зиму. Не едем, а катимся. Посыпают ли улицы Улан-Удэ после снега? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По прибытию к месту вызова было установлено, что уже происходит интенсивное горение практически по всей площади. Пожару был присвоен повышенный ранг пожара номер 4. Пострадавших нет. Самостоятельно смогли покинуть место пожара 6 человек. В здании находилось более 130 компаний и организаций, в том числе судебные участки. Многие предприниматели потеряли свой бизнес. Мы приехали. Горит. Ну, еще горело все. Ждем пока, что случится. Пока внутрь не пускают. Неизвестно, что там. Потому что первый этаж сгорел, считай, четвертый. Между ними у нас как раз офис находится. Главный офис энергосбыта Бурятии также пострадал в пожаре. Там было 50 кабинетов и несколько складов. В частности, мы подбираем подходящее здание, где временно разместим наших сотрудников. Уже несколько вариантов у нас есть. Решаем вопрос с обеспечением компьютерной и оргтехникой, доступом к базам данных по юридическим и физическим лицам. Мы делаем все, чтобы не останавливать договорную работу. Ведется расследование, которое под контроль взяла прокуратура. В настоящее время правоохранительными органами проводится осмотр места происшествия. Органам дознания МЧС возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации. В целом огонь в торговом центре охватил более 22 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС рассматривают две версии причин пожара. Первая – здание вспыхнуло из-за неполадок на ближайшее СТО. Вторая – умышленный поджог. Бывшие работники говорят, что в Гвозде давно были проблемы с крышей и пожарной безопасностью. Мощный пожар внес свои коррективы и в привычную жизнь улан-уденцев. По крайней мере, две улицы – Лебедево и Жердево – пришлось перекрыть для автомобилей. В итоге весь город встал в огромных пробках. Сказался на дорожной обстановке и недавний снегопад. Улан-уденцы опоздали на работу и на учебу. В Заиграевском районе на пожаре пострадали мужчина и женщина. Когда на место прибыли пожарные, дом был охвачен огнем. На тушение ушло почти шесть часов. На момент пожара собственник дома и его сожительница спали. Обнаружив возгорание, мужчина попытался эвакуироваться. Открыв входную дверь, он получил ожоги левой кисти рук и предплечья второй степени. Женщина при попытке эвакуироваться через окно получила травму головы и кистей рук. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пожар унес жизнь пожилого мужчины в Улан-Уденце. Загорелась квартира в трехэтажном деревянном доме на улице Чертенково. Пожарные оперативно ликвидировали загорание дивана и личных вещей на площади шести квадратных метров. В ходе тушения пожара в одной из комнат звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины. Не обошлось в минувшие сутки и без ДТП. В Прибайкальском районе автомобиль врезался в опору. Машину при столкновении разорвало пополам. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Из-за массового ДТП на улице Жердева сегодня образовались сильные пробки. Столкнулись четыре легковушки. Обстоятельства выясняются. Кредиты на дрова. Для кого-то шутка, а для Кабанского района суровая реальность. На всю страну прогремела история жителей Бабушкина, Боярска, Танхоя, Култушины и Выдрина. Люди вынуждены покупать твердое топливо за неподъемные деньги. Порой нужно до ста тысяч за сезон. В местных лесах есть потенциальные участки под вырубки, откуда можно было бы взять древесину. Но лесничество отказало сельчанам в такой возможности. 20 кубов. Мне обходило еще 10 тысяч. Мне это хватало. А нынче я не могу, потому что один куб обходится мне 4,5. И мне этого не доставит еще. Мне надо будет кубов 20, наверное. И обойдет мне 1090 в 100. И я не располагаю таким средством. Активисты Народного фронта уже обратились в прокуратуру. Со слов общественников из-за местного лесничества нарушены права людей. Теперь они вынуждены покупать дрова по диким ценам. Пока власти никаких действенных мер предпринять не могут. 21 район Бурятии получит дополнительное финансирование. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Цыденов. Речь о сумме в 368 миллионов. Деньги удалось выделить благодаря увеличению доходов республики от налогов и сборов. Их направят на покрытие первоочередных расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой коммунальных услуг, а также приобретение топлива. В Улан-Удэ на смену дождям и ужин пришел снегопад. Его последствия испытывают на прочность нервы и здоровье горожан уже второй день. Проезжую часть затянула едва заметной наледью. На поворотах и подъемах авто становятся просто неуправляемыми. Также не обошлось и без аварий. ДТП на улице Бийская. Из-за неподсыпанного спуска Субару въехала в Тойоту. Аварийные комиссары предупреждают. На этот участок дороги лучше не соваться. Да, Саша. Скользить приходится по всему городу. Автовладельцы считают все потому, что снег убирать никто не торопится. Именно те улицы, где видно, там подсыпают. А вот есть такие заколки, которые водители используют часто где-то объехать. Их почему-то не подсыпают. Ну и также тротуары, я заметил, тоже очень плохо подсыпают. Допустим, иногда от магазина дойти очень скользко. В свою очередь дорожники удивляются, откуда жалобы. Утверждают работу, выполняют. И это могут подтвердить цифрами. Пескоразбрасыватели работали всю ночь и продолжают посыпать улицы нашего города. Более 400 тонн песка высыпано на городские дороги с начала снегопада. В настоящий момент на линии работают 10 машин. Площадь разовой посыпки улиц в этом году увеличилась на 12%. Составляет более полутора тысяч квадратных метров. Из-за непогоды и пробок в городе также подсказали. В Москве на ВДНХ открылась выставка регионов России. Наша республика представила экспозицию «Байкал. Бурятия. Традиции с будущим». Павильон выполнен в форме юрты. Заходя, гости могут прикоснуться к молитвенным буддийским барабанам хорде. Бурятия – это центр российского буддизма. Неслучайно у нас на стенде расположены освещенные настоящие самые молитвенные барабаны, поворачивая хорде по часовой стрелке и желая блага всем живым существам в этом мире, вы совершаете огромный добродетель. Тут есть интерактивная книга. Она посвящена достижениям Бурятии за пять лет с момента вхождения в ДФО. Удивлял и наш авиазавод. Для выставки изготовили кабину вертолета, имитирующую полет над Байкалом. Гостей ждет обширная концертная программа творческих коллективов, мастер-классы, фильмы бурятских режиссеров, фильмы о Бурятии. Также будут работать лекционные площадки, посвященные истории и традициям народов нашей республики. В течение пяти месяцев на выставке «Россия» гости смогут увидеть выступления артистов цирка и творческих коллективов в Бурятии, отметить Новый год два раза по разным календарям и распробовать национальную еду. Республика также будет участвовать в фермерских ярмарках, где представят свои гастрономические продукты. «Замечательная выставка. Это наша страна. Это Россия. Поэтому эта выставка чудесная. Ну а Дальний Восток, мы, честное слово, старались. И я считаю, что Дальний Восток удался на выставке. Во всяком случае, было что посмотреть. Лица людей – это действительно гордость за нашу страну, за наш Дальний Восток». Всего участие принимает 89 регионов – федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Отмечу, что выставка продлится до 12 апреля. Бурятские спортсмены стали призерами чемпионата и первенства мира по универсальному бою. Соревнования впервые прошли в Новосибирске. Чемпионский титул в третий раз подтвердил мастер спорта международного класса России из Бурятии Даша Жамбалов. На ринге спортсмен исполнил танец «Орла». На соревнованиях разыграли более 70 комплектов наград среди 500 участников из 36 стран мира. Бурятские спортсмены забрали 14 призовых мест. В минувшую пятницу в Улан-Удэ прошел 61-й чемпионат Бурятии по вольной борьбе. На этих соревнованиях сформировали сборную команду республики. В нее вошли все спортсмены с призовыми местами. У меня финального боя не было, он травмировался. А так я с ним боролся до этого. В борьбе, получается, с детства у меня папа боролся. Я уже в три года знал, что такое проход в ноги. И уже в пять лет я пошел на секцию борьбы. У нас 74, мало народу было. Мы в кругу и боролись. Четыре схватки я провел. Ну, все соперники хорошие. Мы всегда вместе с собой, между собой боремся. И на тренировках, и на соревнованиях. Люблю бороться, тренироваться, устраивать, дальше так же жить борьбой. В соревнованиях приняли участие более 70 борцов. Впервые у нас проводится чемпионат республики Бурятия среди ветеранов. Когда наши именитые, знаменитые, легендарные наши борцы, которые в свое время оставили большой спорт, они вернулись и начали бороться. Сегодняшний чемпионат показывает, насколько они подготовлены, что умеют делать. И с каждым годом, с каждым днем количество наших спортсменов, ветеранов становится все больше и больше. В ветеранских весах боролись спортсмены от 35 лет. Всего было 5 дивизионов. Молодости я участвовал, но мало. Молодости у нас сильные ребята были, но не мог их к их уровню достигнуть. И, наверное, проигрывал. А сейчас уже в ветеранах я уже более-менее стал уверенно, сильнее чувствовать. Я борюсь в самом старшем дивизионе. Дивизион Е – это 55-60 лет, 70 килограмм. Но на данный момент соперников не было. Ну, 55-60, но не знаю, как-то, может, ребята еще не подготовились. Но будем ждать на будущий год. Из-за Байкальского края приехали к нам гости, украсили наш турнир. И пользуюсь возможностью попросить, как говорится, наших ветеранов, тем, кто кому-то 35, чтобы приходили в борцовский зал. Это лучшая альтернатива любому фитнес-клубу. Ветераны-вольники надеются, что такие соревнования в их категории будут проходить регулярно. Диана Левина, Вячеслав Батуев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».